Рада всех приветствовать с вами обзорная площадка и на связи Пэкс. С какими только ужасами не приходилось сталкиваться поклонникам, а то и фанатам серии Dark Souls. Пожалуй, с самой мрачной фантазийной трилогии современности. Мы через боль и страдания совладали с ужасом, сражались с порождающим туман демонами, боролись за спасение душ жителей Болитарии, а также разжигали пламя в Лордране и Дранглике. Куда теперь занесет нас нелегкая, ведомая, гениальный в своем безумии фантазии Хидетаки Миядзаки? Об этом в новом выпуске обзорной площадки. Поехали! Напомним, игра была анонсирована 15 июня 2015 года на выставке E3, что стало приятным сюрпризом для поклонников серии. Тут же поползли слухи о том, что третья часть может стать заключительной. Слухи, кстати, были спровоцированы заявлением вице-президента Бандай Намка. Однако в одном из интервью создатель игры и президент From Software, Миядзаки, отказался убивать франшизу. Чем и продемонстрировал, что отнюдь не безумен. Ведь никто не будет убивать курицу, несущую золотые яйца. Хотя он подчеркнул, что третья часть стадет поворотным моментом франшизы, после которого игра, скорее всего, сменит сейтинг. From Software хорошо известна не только по фантазийным играм, мы также привлекались к развитию цикла Armored Core и созданию некоторых игр только для японской аудитории. Так что мы можем взяться за новое направление в наших следующих проектах, рассказал он. Как конкретно данное утверждение касается Dark Souls, пока не ясно. Но можно не сомневаться, что с тематикой так называемой темной фэнтези покончено. А жаль. Игру уже окрестили достойным продолжением первой части с явным привкусом Bloodborne и оттенком хорошо забытой Demon's Souls. Откуда инфа, спросите вы. Дело в том, что в Японии релиз состоялся уже 24 марта этого года. И самые нетерпеливые фанаты из нашего сегмента без особых проблем смогли ознакомиться с продуктом. Тем более, что русский язык в японской версии присутствует. А вот мировой релиз, ровно как и ПК-версия, состоялся 12 апреля. Знакомые не понаслышке королевства и княжества, колдуны из Винхейма, пилигримы из Лондора, рыцары из Асторы и Миры. Вся это братья дружным скопом стягивается к замку Лотрик, в надежде отыскать пропавших без вести повелителей Пепла, без которых, как водится, не озарить мир мерцанием огня. А вот огонь вот-вот погаснет. В общем, вы уже поняли, что все да нельзя мрачно, эпично и жутко. Пожалуй, даже более жутко, чем в первой части. Во всяком случае, те существа, с которыми вам предстоит раз за разом сражаться, выглядят на этот раз как-то особенно извращенно. Миядзаки не подкачал. Также вам повстречаются старые герои, которые, возможно, станут вашими преданными союзниками. Или перережут вам глотку, это тоже вариант. И почти с каждым из которых связана своя весьма душесчипательная история. А вот сюжетных линий не так много, как в первой части. Однако, смеем вас уверить, по уровню жесткости, некоторые из них заставляют эту самую первую часть стыдливо краснеть в уголочке. Кстати, все торговцы, встреченные вами по пути, рано или поздно притопают в относительно уютный, зато безопасный храм огня. Привет Нексусу из Demon's Souls. Так что больше нет острой необходимости скакать между ними, как в первой части. Поначалу ассортимент, конечно, вас не сильно впечатлит. Однако, впоследствии окажется, что у них есть чем вас удивить. Но не за просто так, разумеется. Каждому из них необходимо будет таскать уникальные предметы. Типа особого пепла, древних писаний и фолиантов. По которым они, собственно, и обучат вас любимого чему-нибудь новому или предложат что-то получше огненной бомбы. И вот за этими самыми ингредиентами вам придется вести настоящую охоту, вооружившись терпением и внимательно обстукивая любую маломальский подозрительную стену на предмет тайников. Впрочем, можно обойтись и без этого, если сможете избежать соблазна. А это, уверяем вас, вовсе нелегко. К тому же, учитывайте, что игнорируя этот пласт игры, рискуете пропустить все самое интересное. Ибо предметы могут поведать вам историю мира ничуть не хуже игровых персонажей. Что тут еще добавить, друзья? На самом деле, много чего. О Dark Souls 3 можно говорить бесконечно долго. 10 классов, включая гибридные. 45 новых врагов. 15 новых монстров, без учета старых. 100 новых видов оружия. 40 видов брони. Из предыдущих частей тоже завезли. 60 минут каст-сцен на движке игры. Не менее 12 зон, а скорее более. Новые способы взаимодействовать с другими игроками. Переработанная, но все же узнаваемая боевка. Кстати, в игру вновь вернулась полоска концентрации. И, конечно же, хардкор. То, без чего Dark Souls не стало бы непревзойденным шедевром и в буквальном смысле культовой игрой. Dark Souls 3 достойный, пожалуй, даже самый хардкорный продолжитель серии, который впитал в себя все самое лучшее, что могло быть в предыдущих играх. И в то же время избавленный от их недочетов. На этом у нас все, дорогие друзья. Пишите свое мнение о игре ниже в комментариях. С вами был Бэкс и наша команда. Прощаемся с вами. Смотрите нашу прошлую обзорную площадку. И не забывайте ставить свои большие пальцы вверх под этим видео. А также подписываться на канал Гоха Медиа. Кто еще не подписан? Всем удачи! Меня ждет страдание в Dark Souls 3. Услышимся! Пока! Продолжение следует...